Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня опять о гугл-картах. В предыдущем скринкасте мы говорили об утилитарных вещах, связанных с гугл-картами. Сегодня поговорим о более творческих. То есть там, как пользоваться, тут как делать что-то самому. А сделать тут можно очень многое. Да, почти все. Но для этого в гугл-картах нужно перейти в мои места и тут уже открыть карты. Пока тут ничего нет, но это поправимо. Нажимаем создать карту и вот она карта, пока без названия. Назовем ее карта злачных мест. Места на самом деле не такие уж и злачные, но звучное название половина дела. Так, создали, нас интересует Москва и Московская область. Можно кстати сразу задать область просмотра по умолчанию, чтобы она всегда открывалась в таком виде. Ну и дальше уже давайте приступим к созданию нашей карты злачных мест. Ну вот, например, на Серпуховском валу есть одно местечко, весьма злачное. Называлось оно когда-то Живой уголок. Сейчас оно находится в заброшенном состоянии, но знать, что оно здесь было надо. Тем более, что здесь я записываю сейчас интервью в теплице. Соответственно мы поставили метку, добавили название, описание. Метку можно поменять, выбрать цвет. Например, можно придумать цветовую дифференциацию злачных мест. Иконку кстати тоже можно выбрать любую. Тут их много. Или даже подгрузить свою. Можно добавить фото. Ну то есть сделать такое подробное описание места. И собственно метка появляется у нас на карте. Вот такая огромная оранжевая метка. Можно добавить еще что-нибудь. Где-нибудь что-нибудь. Ну вот здесь. Памятник Мандельштаму. Отличное местечко. Очень злачное, но тихое. И собственно все метки у нас есть на карте. Есть здесь слева. По ним тоже можно перемещаться. Слой с метками кстати надо бы переназвать. И вот мы получаем такую карту. На которую кстати можно еще добавлять маршруты. Это я случайно. Вот скажем от живого уголка мы отправляемся в сторону Донского монастыря. Тут можно поставить точку, то есть хорошо бы притормозить ненадолго. И дальше идем в сторону Нескучного сада. А в Нескучном саду можно тормознуться, например, здесь. Если я ничего не путаю, то именно здесь проходят съемки что где когда. Хотя что-то вот именно сейчас я начинаю сомневаться. Зелененькая будет у нас метка и какая-нибудь... О, как раз камера. И вот такую мы получаем прекрасную карту злачных мест. Пока практически пустую, но и создание ее заняло у меня пять минут. Причем это я был один, а если нас много, ну об этом чуть позже. Соответственно вы можете эту карту удалить, встроить к себе на сайт, экспортировать из нее данные, а можете настроить совместный доступ к карте. То есть сейчас она доступна только мне. Но я могу сделать ее доступной всем, у кого есть ссылка, либо вообще всем. Причем как для просмотра, так и для редактирования. Но если разрешить всем редактировать, будет наверное не очень хорошо. Со временем карта превратится в небольшую помойку. Поэтому я могу разрешить редактировать избранным, которому отправлю приглашение на email. Тут уже я выберу редактирование, а не просмотр и у меня появится соавтор. И вдвоем уже мы такого можем тут понаделать. Человеку приходит приглашение на email и он подключается к работе. Если таких соавторов будет человек десять, то можно составлять очень интересные карты. Ну а саму ссылку я могу отправить кому-то для ознакомления или, например, поделиться в социальных сетях. Вообще глядя на развитие технологии у меня двоякие чувства. С одной стороны мы, возможно, стоим на пороге заката человеческой расы. Об этом кстати в интервью, которое выйдет у нас на канале, в воскресенье 29 июля. Не пропустите. А с другой стороны, ну как же это все круто. Ну все, любите друг друга, создавайте свои гугл карты, но только интересные и кидайте в комментарии. Пишите, как изменилась ваша жизнь после просмотра наших скринкастов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и расшаривайте видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok